ЧП в Якутске, в столице республики, трехлетний ребенок гулял раздетым на морозе. Как врачи оценивают состояние малыша и что известно о его семье? С подробностями наш корреспондент. Вчера возле этого магазина в 10 часов 14 минут бегал босиком двухлетний ребенок в одних плавках и в майке в минус 45 градусов. Увиденное шокировало сотрудников магазина. Женщины проявили бдительность и оперативность. Ребенка немедленно занесли в помещение. Попытались отогреть и вызвали скорую. И что случилось? Родители приехали? Родители приехали, забрали его. Мама пришла и забрала его. Вы видели сами, своими глазами этого ребенка? А что случилось там? Обморожение? Ничего, обморожения там у него никакого не было. Он только выскочил из водезда. И наш водитель вышел в машину и его увидел. На ногах был снег. Я сразу взяла в туалете холодной водой, обмыла. Ножки розовенькие были, чуть-чуть горячие. Мы сразу вызвали скорую. Скорая приехала, его забрали. Мальчик 2014 года рождения госпитализирован в ожоговое отделение Центра экстренной медицинской помощи. У ребенка диагностировали отморожение обоих стоп 1-2 степени. В ходе проверки следователь установит все обстоятельства произошедшего, а также дадут столовую оценку действиям лиц, под чьим присмотром находился ребенок. За ребенком сразу прибежал родственник, которому поручили приглядывать за мальчиком. Но бдительные сотрудники магазина дождались наряда спасателей и карету скорой помощи. Малыша немедленно доставили в ожоговый центр для дальнейшего обследования. То ли в магазин ушла, потому что она с пакетом была. Потом девушка вечером пришла и пакет забрала. Ну, значит, все хорошо. Все хорошо, да. Позже выяснилось, родственник женщины, на которого мать оставила сынишку, вышел к соседям на пару минут. Этого хватило, чтобы трехлетний мальчуган выбежал в подъезд и далее на улицу. Дверь за ним захлопнулась. Ребенок вынужденно побежал по снегу в знакомый магазин. Специализированное отделение города Якутска. Региональный ожоговый центр Республики Сыкова. Врать и будет с ним? Значит? Ну, я же вам ответил уже. Все хорошо с ним? Нет, все под контролем. Сотрудники магазина уверены, семья благополучная, а произошедшее – несчастный случай, который может произойти со многими. Так это или нет, теперь будут разбираться специалисты. Петр Говоров, Георгий Григорьев, Якутск.